Всем привет, меня зовут Алекс, это канал AlexKinderToys. Сегодня у нас обзор новых сюрпризов в фитбокс по мультфильму Мимимишки. Это уже четвертая коллекция игрушек с мишками. Идут на рекорд, пока их обгоняют только пушистики. В 2018 году вышла первая серия из семи классных бархатных фигурок. А в 2019 было целых две коллекции. Мимимишки-хоккеисты из пяти пластиковых фигурок. И мимимишки-туристы. Тоже из пяти фигурок, но уже бархатных. Посмотрим, что будет в новой. Ставь лайк и поехали. Почему-то у этих сфитбоксов один вариант обложки. Обычно по два. Здесь белая тучка лобает на гитаре. Вес коробочки 49 грамм. Мармелад. И желтый пакетик с игрушками. Звездочки нарисованы. Четвертая серия будет самая большая по количеству фигурок. Целых 10 штук. Тут у нас Кеша, Валя, Цыпа, Лисичка, Тучка. Еще одна Лисичка, Саня. Еще один Кеша, еще один Тучка. И Соня. По мотивам забавных приключений, веселых медвежат, Кеши, Тучки, их друзей. Лисички, Цыпы, Валя, Саня и Соня. Собери всю коллекцию, узнай любимые увлечения жителей сказочного леса. Первый попался Кеша. Он играет в компьютерные игры и любит интернет. Уважает Тучку и часто спрашивает у него совета. Какая прикольная фигурка. Кеша присел отдохнуть и указывает куда-то лапой. Здорово, что-то новенькое. В предыдущих коллекциях все фигурки были стоячими. Как обычно, он одет свой любимый свитерок. Фигурка бархатная. Это круто. Только вот Кеши, по-моему, забыли рот нарисовать. Непорядок. Фигурка стоит на устойчивой поставке. Идем дальше. Вес коробочки 55 грамм. Интересно, с блока соберется вся коллекция? Цыпа. Цыпа. Безмолвый цыпленок. Домашний питомец Кеши. Всегда с радостью выступает первоиспытателем всех изобретений Кеши. Отчаянная цыпа. Ух ты, фигурка специальной защитной подставки, чтобы не поломалась. Забавный квадратный цыпленок с мощными крылышками и прикольным хохолком. Смешной у него нос, похож на фломастер. Сам цыпленок бархатный, а вот лапки у него из пластика. И нос тоже. Следующая коробочка вес 52 грамма. Еще один Кеша, но уже другой. Любопытный и активный бурый медвежонок. Кеша чаще всего попадает в неприятности. Очень любит изобретать гаджеты. Нравится мне слово гаджеты. Звучит прикольно. Ух ты, а это-то фигурка пластиковая. И Кеша тут нарядился детективом. Одел кепку, как у Шерлока Холмса. Взял лупу. Ну как обычно в своем свитере. И что-то пристально изучает. Интересно. Неужели тут половина серии будет пластиковая, а половина бархатная? Вам, кстати, какие фигурки больше нравятся? Из пластика или флакированные? Напишите в комментариях. Вес этой коробочки 58 грамм. Вот куда вкладыш спрятали. Соня. Енот Соня, как и ее брат, немного эгоистка. Любит моду и всякие новинки. Когда ей выгодно, она дружит с лисичкой, но использует дружбу в своих интересах. Эта фигурка тоже пластиковая, как и Кеша. Очень яркое у нее розовое платье. Подсвет с прически. Кстати, а тут у него макияж. Или это боевая раскраска? Непонятно. В руке у Сони теннисная ракетка. А может быть, она решила выбить ковер. Хлипенькая, кстати. Следующий светбокс 51 грамм. Вот с кем Соня в теннис играет. Енот Саня. Брат Сони, озорник и непоседа, часто делает мелкие пакости, чтобы привлечь себе внимание. Если его ловят с поличным, извиняются и снова принимаются за свое. Какой хитрый. Эта фигурка тоже полностью пластиковая. Соня, как обычно, носит синюю бейсболку, под которой торчит челочка. Либо они с лисичкой вместе выбивают ковер. Либо играют в теннис. Вернее, в бадбинтон. Это самая тяжелая коробочка. 72 грамма. Скорее всего, там будет крот. Ведь он самый огромный. Точно. Крот Валя увлекается археологией. Интеллигент, наивный добряк. Всегда готов услужить всем. Его легко обмануть. Он очень доверчивый. Какой шикарный пухленький крот. Весь лакированный. Штаны у него классные с подтяжками. И розовая бабочка. Настоящий интеллигент. Поправляет лапкой очки на глазах. Качество отличное. Пока все складывается неплохо. Следующая коробочка 59 грамм. Лисичка много внимания уделяет домашним делам и заботам. Она хорошая хозяйка и очень вкусно готовит. А я люблю очень вкусно поесть. Вот такая прикольная рыжая лисичка-повариха. Одела фартук с кармашком и поварский колпак. Будет готовить вкусняшку. Фигурка из пластика. В руку бы я еще какую-нибудь поварешку. Было бы круто. Следующая коробочка 52 грамма. Еще одна лисичка. Подружка Кеши и Тучки живет недалеко от медвежат. Лисичке очень нравится медвежата. Неугомонные фантазеры и выдумщики. Она младше их, но во многом мудрее. А вот эта лисичка уже бархатная. Стоит в какой-то застенчиво-хитрющей позе. Так и хочется что-то ей в лапки дать. Как будто она что-то держит. Прикольно у нее цветочек на груди нарисован. Жалко носик маленько клеем зомбачкали. Но наверное можно убрать будет. В целом выглядит круто. Следующая коробочка 55 грамм. Тучка, белый медвежонок Тучка приехал с севера. Живет недалеко от Кеши, знает много историй. Часто вспоминает традиции севера и семьи. Белый медвежонок гитарист. Точь-точь как на обложке. Играет на гитаре. Одет он в свитерок. Сделана фигурка из пластика. Ему рот не забыли сделать. Кстати, он даже объемный. Интересно, какую музыку играет на гитаре Тучка? И осталась последняя коробочка. Вес 49 грамм. И опять Тучка. Спокойный, торопливый, мудрый медвежонок. Любит созерцать. Тучка обожает путешествовать и ценит природу. И здесь он уже бархатный. Сидит точно в такой же позе, как и Кеша. Качество отличное. Они, наверное, друг другу лапы тянут. Ведь они лучшие друзья. Вот такие классные игрушки в четвертой коллекции мимимишек свитбокс. Самая большая серия. И здорово, что полностью собираются с блока. Интересное решение сделать половину игрушек пластиковыми, а другую бархатными. Все фигурки новые, в предыдущих сериях их не было. Качество у них хорошее. А вам понравилась эта коллекция? Будете ее собирать? Вот такую коллекцию мимимишек и свитбоксов я уже собрал. Смотрится круто. Всего в ней 27 фигурок. А у вас сколько собрано из 4 серий? Какая фигурка больше вам нравится? Поделитесь в комментариях. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки. Пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по пючеку. С мармеладом.